Девятнадцатого апреля в Барнауле стартует Алтай фэшн уик или неделя алтайской моды. В течение трех дней будут проходить модные показы. Дизайнеры из нашего края и регионов России представят свои коллекции одежды публики. У нас в гостях организаторы недели моды Маргарита Пекалина и Виктория Труевцева. Здравствуйте. Здравствуйте. Неделя моды проходит уже в третий раз. Напомните, пожалуйста, как появилось это мероприятие. Расскажите про идею. Идея появилась у Маргариты. Очень давно. Очень давно, да. На одном из мероприятий мы с ней участвовали агентствами вдвоем и она ко мне подошла, предложила сделать какое-нибудь интересное шоу, как по... Как по международным стандартам, потому что мы сами в прошлом модели с международным опытом и знаем это со стороны моделей. Вот. И увидели, что в городе, в принципе, у нас никто такое не проводит. Почему бы и нет? Виктория поддержала. Я не отказала. Да. А вообще с чего началось? Вот как первый показ прошел и чем он отличался от того, что будет в этот раз? Как изменилась программа? Ну вот смотрите, первое, что нас все-таки подтолкнуло на проведение первого Алтай Fashion Week, он состоялся в 2022 году, и мы столкнулись, конечно, с чем? То, что у нас ушли все бренды с Российской Федерации. Вот. Это и стало отправной точкой. Поэтому, да. Да. И первый год, конечно, мы делали пробный вариант. Мероприятие проходило только один день. Вот. Но было очень много участников, было очень много заявок. Поэтому следующие года мы, конечно, уже делали 2-3 дня мероприятия. Да. Мы их решили разбить, чтобы проработать все блоки. То есть у нас отдельно блок дизайнеров, отдельно блок фэшн-мода, отдельно блок детской моды, отдельно блок… В этом году вот новинка у нас появился блок «Вейдинг-кутюр». Свадебно-кутюрная мода. Расскажите, пожалуйста, что будет в этих блоках? Ну, кроме самого показа, дефилирования, вот что будет проходить? Если говорить про 20 апреля, сначала у нас будет проходить конкурс дизайнеров. В нем примут участники из других регионов. Это Междуреченск, Горно-Алтайск, Бийск. То есть конкурс уже занимает межрегиональный уровень. Вот. Например, если это вечерние мероприятия, как фэшн и свадебно-кутюрная мода, то это, конечно, показы и спикеры, посвященные определенному дню фэшн. Это мы разговариваем о моде, о макияже, о стиле, о дизайне. Если это свадебная мода, также свадебные темы, свадебные какие-то моменты, организаторы, все те, кто… Да, мы хотим сделать свадебные моды прям как такой путеводитель для молодожен, для всех, кто хотел бы окунуться именно вот в мир красоты вот этой. Потому что на самом деле, как оказалось, у нас в Алтайском крае есть производство платьев свадебных. И не только свадебных, вечерних. Да, вечерних платьев, свадебных платьев. И у нас есть такие люди, которые выступают со своими коллекциями на мировых подиумах, их приглашают, они участвуют в таких конкурсах. Ну, такое направление, оно значительно облегчит работу невестам, которые по долгам, по нескольку месяцев убирают себе образ на свадьбу. А вот расскажите, ну, чем этот показ в вашей неделе моды, она влияет на формирование вкуса у публики, которая придет посмотреть? Ну, вот один раз увидеть, это запомнить навсегда или как? Да, у нас очень много случаев, когда гости приходили на показ, видели какой-то бренд, модели на показах. И потом целенаправленно уже шли к этому бренду и покупали вещи. Потому что, когда ты смотришь это в жизни, в показе, ты видишь, как живет эта вещь. То есть, то ли это она висит на вешалке, то ли ты видишь, вот, как одета модель, как это смотрится, как стилизован лук. То есть, вот, ты в целом смотришь, подойдет тебе или нет, заинтересует тебя или нет. Вот. Я думаю, что, наверное, вам, вот, как дизайнерам, как представителям индустрии моды, хочется видеть какую-то реакцию обратную на ваши продукты. Ну, и вот, что вы слышите после показов? Третий раз уже проходит. Ну, всегда, честно говоря, есть интерес, безусловно. Но, конечно, некоторые люди не совсем понимают нынешнюю моду. Есть такие тоже. К этому мы всегда готовы, открыты к обсуждениям. Вот. То есть, все находят и плюсы, и минусы, как ни крути. Все-таки есть какие-то стереотипы, что мода — это какое-то баловство, грубо говоря. Какие мысли возникают? Мысли возникают, наверное, у тех, кто не приходит на мероприятие, что это неинтересно просто, там, не знаю, модели выглядят худыми. Неправильно ходят, например, там, да. То есть, ну, то есть какие-то стереотипы, которые вносятся к стандартам, там, модели или дизайна. Вот, мне кажется, вообще в дизайне не должно быть, в фэшне не должно быть каких-то стандартов в плане, там, мне это нравится, это не нравится. Каждому свое. Каждый может найти себя на нашем мероприятии. Кому-то нравится, как представил одежду один бренд, кому-то нравится, как представил одежду совершенно другой бренд, да. И каждый может посмотреть по своему уровню смелости. Могу я это надеть, либо все-таки вот это. Публика может как-то проанализировать, почему именно так составлены образные модели? Ну, смотрите, у нас будут спикеры, и они, конечно, будут, например, у нас будет Евгения Пашнева, она стилист, и она даст краткую информацию о трендах сезона. И она, конечно, может рассказать, почему там... Что с чем сочетается, что лучше, что все-таки ушло уже, так сказать, с модной линейки, да. То есть в любом случае, конечно, нужно наблюдать за миром моды, вот, чтобы быть в тренде. То есть, да, действительно, у нас есть Евгения Пашнева, которая у нас гуру моды, и если хочешь разобраться, посмотри ее блог, приходи на наше мероприятие, станет все предельно ясно. Ну, образование, просвещение, оно все-таки важно для того, чтобы, ну, вкус у общества развивался? Конечно, важно, но и важно, чтобы само общество следило, было насмотренным, этим было заинтересовано. Просто так, не следя, не интересуясь, если мы проводим мероприятия, и вы не приходите, то мы не можем вас обучить, да, то есть тут нужно быть включенным, заинтересованным в этом. Вот опять-таки, на конкурс дизайнеров у нас будет свободный вход. Любой человек, который интересуется модой, либо, в принципе, хочет посмотреть на это грандиозное событие, может прийти и посетить абсолютно бесплатно наши показы, конкурс дизайнеров. Сколько вы планируете встретить людей, которые придут, ну, кроме участников, посмотреть? Вот сколько, какой охват, какое количество дизайнеров, коллекций будет? Дизайнеров будет около 30. Гостей мы предполагаем, что каждое мероприятие посетит около 150-200 человек, то есть в совокупности мероприятие посетит около 600-800 человек за два дня. Это очень глобальное событие, даже за три дня, я думаю, что это все-таки много мероприятий, а как уследить так, чтобы попасть на все и что-то еще запомнить для себя, чтобы использовать? Вот что сделать, на кого обращать внимание, может быть, какие-то назовете конкретные события? Ну, смотрите, то есть мы, у нас два дня проходит мероприятие, первый день это конкурс дизайнеров, он стартует в 12 часов, а вечером с 5 часов мероприятие, посвященное фэшн. То есть это всего два мероприятия, их можно посетить спокойно. И 21 числа у нас в час стартует мероприятие детская мода, и в 17.00 свадебно-кутюрная мода. То есть тут уже по желанию, кому-то интересен только конкурс дизайнеров, кто-то интересуется конкурсом и детской модой, и плюс, например, фэшн-мероприятием, а кто-то только идет на свадебную моду. Поэтому тут уже как человеку, что человеку интересно. По предпочтению. Расскажите немножко, вот была у нас проблема, что с рынка ушли бренды известные, но сейчас вот с вашей работой вы замечаете позитивные изменения? Стало больше каких-то представителей модной индустрии? Конечно, конечно. Все-таки женщины у нас никогда не перестанут быть женщинами, никогда не перестанут красиво одеваться, следить за модой. То есть большинство все равно хотят выглядеть женственно, хотят выглядеть стильно, и наши дизайнеры стараются это поддержать. Они следят за новинками, они следят уже сейчас даже более качественно за пошивом, за тканями, да? То есть чтобы предоставить качественный продукт нашим девушкам. Можете поделиться, что будет модным в ближайший, например, год? Можно это увидеть на вашей неделе моды? Конечно. Могу сказать, что будет очень актуально это деним, кожа, это замша в обуви, в сумках. То есть именно самые такие новинки, наверное, да. И обязательно они будут на подиуме, обязательно. Также бельевой стиль очень сейчас моден. И цвет сезона бордо. Все оттенки винных цветов. А вот какие-то образы можно представить? Ну, кого мы будем видеть? Какого-то представителя рок-культуры или там стиль кэжу, или все будут в джинсе ходить? Что это будет? Очень все разные. В этом и есть мода, что ты можешь найти свое. То есть все равно мода идет, тренды появляются, но ты должен выбирать себя и как ты чувствуешь одежду. Кому-то хочется более выглядеть статно, нарядно, кому-то более кэжуал, расслабленно. Поэтому это зависит от человека и от его настроения. Что вы ждете от этой недели моды? Три дня пройдет. И что будет потом? Какие-то выводы для себя, планы новые будете строить? Ну, планы, как всегда, готовиться уже к четвертому сезону, так сказать. Проведем третий, будем уже готовиться к четвертому. Потому что с каждым годом подготовка занимает все больше времени. В этом году наша подготовка началась в декабре. То есть, получается, за 4 месяца, за 5 месяцев даже до мероприятия мы начали подготовку. Было много этапов, были свои сложности. Наверное, самая большая сложность у нас была с декорациями, потому что был запрос. Мы каждый год пытаемся сделать что-то новое, показать новые форматы. То есть, если в прошлом году у нас было такое в Гранд-Арене более такой гаражный стиль, такой более лофтовый, да, то в этом году мы решили показать весну. И был запрос у нас по декорациям. К сожалению, не нашли, кто бы с нами вдохновился этой идеей, пришлось делать самим. Вот. И, конечно, у нас на это ушло очень много сил времени. Вот. Имейте в виду прям своими руками? Прям своими руками. Прям своими руками. И фотозоны делаем порой своими руками по 8 часов. Да, скоро станем декораторами. Да, по 8 часов у нас занимает. Вот одну фотозону мы делали 8 часов. Вот. Вот эту декорации, которые будут стоять там вдоль подиума, тоже у нас заняло это несколько дней. И, ну, я считаю, что нам есть чем гордиться. Спасибо огромное. Я напомню, что у нас в гостях были Маргарита Пекалина и Виктория Труевцева. Неделя моды пройдет с 19 по 21 апреля. До скорого.